Здорово, а где звук? А, его просто нет. Хорошо. Мы продолжаем проходить Murdered Soul Suspect. У нас, по всей видимости, сегодня последний стрим, потому что вроде как развязка уже близко. При том, что на прошлом стриме мы узнали, где прячется наш подозреваемый. И, по всей видимости, это сотрудник полиции. Как его звали, я не помню. Бакстер. Да. Мы отправляемся, в принципе, на новую локацию. Дом правосудия. Кружку уберу. С кофейком. Такс. Окей. Странно. В игре как-то появляются и пропадают звуковые эффекты. Я вне стрима еще побегал немного. Точнее, после предыдущего стрима еще побегал. Собирал вот эти вот... отображения, рисунки в городе. Поискал по закоулкам, поискал всякие разные записочки. Ну, в принципе, ничего особенного не нашел. То есть, у меня было 19 штук. Я ведь нашел все оставшиеся. И тут, вроде бы, у меня было 32 или 33. Ну, в общем, кое-что понаходил. Никакой важной информации там вообще не было. Поэтому, ничего страшного. Свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь. Так, вот и он, дом правосудия. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Лучше бы я был неправ. Выйти нам нет смысла, наверное. Сейчас. И наверх, так наверх. Это что у нас? 10. Ну, это прах, праху. Это, по всей видимости, последний сборный материал в игре. Больше ничего не будет. Тут у нас есть записочка. Загробная жизнь. Опять воспоминания. Стихотворение номер 1. Сегодня скачешь на метле, а завтра спляшешь ты в петле. За дьявольский разгул разврата ждет ведьму страшная расплата. Стримы по утрам, но отстойные стримы на самом деле, потому что я не проснулся еще. Плюс у меня какой-то насморк. Не знаю. Как будто заболел. Ну, вроде бы нет. Стихотворение номер 2. Ища где ада среди людей? Для душ невинных нет страшней быть пищей бесовских слугам, но ты получишь по заслугам. Интересно. И, кстати, этих нету? Нету. Так, надо все обшарить, кстати. Потому что... Потому что хочется все собрать. Так, я здесь не могу пройти. Здесь я проходил уже. Окей. Стихотворение номер 3. А тот, кто вступит с ведьмой в связь, повердь им душу в гниль и грязь. Во тьму и морок безвозвратно. И нет ему пути обратно. Так, ну свет горел вот здесь. Последний стих по всевидимости. Избавить мир от колдовства, изгнать от роди бесоства. На это вряд ли хватит сил, ведь час расплаты наступил. Так, это мы нашли все. Воспоминания, ну, мысли Джулии остались только у нас. И тут еще таблички. Три таблички. Три таблички. Три таблички. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все осмотреть. Окей. Это был сам дьявол. Мэр Старли утверждает, что невиновен в жутких убийствах. А еще похуже текстуру нельзя было нарисовать. Найден третий повешенный. Три убийства через повешение связаны с позорной историей Салема. Личные вещи. Господи, убийственное прошлое. Так, еще одну улику надо дыбать. Вот. Вот. Стоп, стоп, стоп. Похожие убийства. Но между ними десятки лет. Что это значит? Подражатели? Заговор? Что еще ты спрятал в этом доме, урод? Что это было? Я чувствую всей кожей, какая невероятно мощная аура у этого дома. Как в музее, где пытается возродиться древнее зло. Надо рассказать об этом полицейскому Бакстеру. Не исключено, что это жизненно важно. Что, придется их убивать, походу. Чтобы тут все исследовать. Так, отсюда мы вышли. Три. 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 Окей Предлагает вниз спуститься Закрыто Отлично А, понятно Вроде бы все На этом этаже Да Ну, в принципе, идти вниз Мне, знаете, что Есть один момент, который меня смущает В привидениях Так как наш Главный герой Является Нематериальным Так как он умер, да У него есть возможность Проходить через материальные вещи, да Ну, он же призрак Но Ну, и спокойно проходит сквозь стены Как мы видим Ну, не через все стены, стены Которые освещены По какой-то там причине Он не может проходить Но может проходить через обычные вещи Ну, и вещи, и стены Но Возникает вопрос Как он подымается по лестнице Ведь по идее Мы должны были пройти Через Эту лестницу Насквозь Она же не освещена И так же возникает вопрос Если мы проходим Сквозь стены Почему мы Не падаем Здесь На втором этаже Вниз Ведь пол же не освещенный И по идее Пол это такая же стена Только в другой проекции Какая-то странная логика Так, табличка кухня В этой маленькой комнате Слуги заваривали чай А обед и ужин готовили Рабы на отдельной кухне Так как в колониальную эпоху Домовладельцы Очень боялись пожаров Угроза возгорания Была весьма реальной Вероятно, за всю историю существования У этого дома Было полдюжины кухонь Но ни одна из них Не сохранилась до наших дней Так что-то как-то Заперто Ссора с Ронаном Окей Игра в конце решила Задушить этими Злыми призраками Да Блин, их четыре штуки Так, а как мне пройтись? Ну, что застрял-то? Так окей дневник судьи 4 февраля 1693 года все ведьмы отпущены на свободу и губернатор филопс больше не позволит их преследовать но меня беспокоит девочка я пригрозил расплющить ее пригрозил расплющить ее камнями и она с восторгом рассказала как ее пытал отец и как он давил ее камнями и топил дабы она обвинила его врагов следовательно я не первый решил использовать это существо и мои угрозы ей ее не страшат те кто видит призраков из потустороннего мира она считает колдунами и будет преследовать их и невзирая на запрет и ей нужно ее нужно уничтожить от пера опираясь на все законные средства и чушь как я пытал отец он давил ее камнями и топил дабы она обвинила его врагов кого короче она видела призраков отлично так а если мы вот это почему я не могу пройти через ту стену заткнись заткнись можно на подцепить здесь вот на крючок мхм мхм табличка салон салон доме судьи что то что мы бы назвали гостиной одна из самых просторных комон пригодны для проведения судебных заседаний процессы на дверь маме иногда проходили здесь а иногда в другом общественном здании например в таверне сейчас его убьем еще окей ну духатура да вот этими привидениями они во первых однотипные с ними неинтересно сражаться предложение так нашли все а еще осталось на табличка получается окей ищем табличку а еще эти штуки остались точно 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 я совсем уже про них забыл уже ничего не было да и тут вроде бы тоже подвал с камерами так мент наш лежит господи бакстер я должен был тебя остановить ронан кто за чертовщина и больной ублюдок скажи зачем зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек ты думаешь это я звонарь ты что совсем спятил я никого не убивал ты должен мне помочь где мы вообще нужно выбираться отсюда нужно выбираться так теперь мы с тобой друзья да рассказывай что тут происходит так кто тебя убил звонарь придурок но я не успел разглядеть его лицо что ты здесь делал шоу по следу я никогда не бросал это дело мы с экстрасенсом с кассандрой выяснили что звонарь охотится на медиумов а потом берет и казнит их как ведьм я уже не мог бросить дело даже после приказа рекса так вот почему ты был в музее ты знаешь где скрывается кассандра она хоть жива думаю да я отвез ее подальше в дом за городом боже так она жива я думал она давно погибла вот теперь джой обрадуется и не останется одна отличный диалог кассандра упоминала свою дочь только о ней говорила мы искали джой хотя это было очень рискованно кассандра умоляла меня выяснить где ее дочка но я ее не нашел ты сейчас удивишься джой помогла мне сегодня конечно один ты бы так далеко не продвинулся ну да как и ты с помощью ее матери у валять а вопрос смысл ты не нашел я наш была в участке где убийца не знаю он может быть где угодно но когда мы дрались он кое-что сказал Стой, стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой, я знаком со смертью. И что-то там вроде, мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Окей. Так, Бакстер, начни убиться. Что-то как-то темновато, нет? Мне кажется. Ну и что, где у меня какие-нибудь записочки? Так, вон эта табличка последняя, по всей видимости. Подвал. Подвал в доме судей зачастую служил тюрьмой для заключенных, которые ожидали суда. Это обычно... Обычай явно соблюдался и здесь. Сюда бросали тех, у кого судья Готорн судил по обвинению в колдовстве. В таких заведениях для долгосрочного заключения не требовалось. В таких случаях заведение для долгосрочного заключения не требовалось. Ведь по-английски законам ведьм всегда казнили. Но мы все нашли, получается. Осталось только это найти. Бочку эту. Две штуки. Чтобы узнать какую-нибудь... Какую-то историю. Чёрт, что тут произошло? Сейчас выясним. Ну, в клетках сидели. Бывает. Так, отлично. А тут у нас был какой-то подкоп, кстати. Сколько там надо было найти? Ещё одну, что ли? Чё-то я упустил. Где она? Эм... По-по-по-по-по... Где она? Где она? Не понял. Где? 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 Где-то защита Nicole. Не-ка. Я-ка-зам. Где-то. Где-то. я думала это справедливый суд чё за артефакт у меня на экране полоска видите да почернела так и не поняла ну я у типа что невинно но ты знаешь что тебе не избежать заслуженной кары да какие-то баги на экране начали появляться а а а а а а а а так что здесь произошло и так где же он суд не место для твоих грязных наветов ты ища диада своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть сегодня их родные увидят как свершится правосудие ложными обвинениями что за мерзость ты малюешь мой знак как клеймур разжет плоть этого города пусть это займет целую вечность но я постараюсь чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в салиме что выходит мой убийца а бегай она звонарь разве это возможно нужно выбираться отсюда и выследить ее интересно но не особо где я не понял я нашел последний этот вот как он называется то разбитое сердце парку ветви квартира баскет подвал а а и и и и и и и и А где мне посмотреть эти истории? А, погодите, у меня... Вот же они. Прах к праху. Ага, я где-то в начале не нашел две книжки. Хорошо. Где-то в начале были пропущены. Куда ты смотришь постоянно? Черт, если Рекс пропал, значит все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел, Джой? КОНЕЦ 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 Че это у нас церковь? О, че-то я даже не знаю. Ну давайте в Руде Смерти неправильно. А правильно смотрите. Так, Руде Смерти, то есть ее смерти, там где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Держись, малышка, я иду. Ну ты только не торопись, потому что мы где-то пропустили. Это как я так вышел? А, это типа открыли дверь? Так, ну нам наверх, по всей видимости. Где я пустил эти, блядь? Охренеть, а? Вот одна. Необходимо еще прах праху. Так, это какая была? Где-то вообще в самом начале, это была четвертая. Так, я здесь нашел первую. А где вторая тогда? Где-то. Продолжение следует... 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 любом кто-нибудь выкладывал на ютубчике поэтому прах праху папа 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 хрень короче какая-то мёрдер отлично это вот три минуты так отлично три минуты давай это мы забрали так погодите-ка тут мы забрали это мы только что забрали а папа я даже не подумал бы что там за дверью да хорошо что мы все-таки зачекали потому что я бы бегал бы наверное долго потому что я даже к этой двери не подходил для подростков но сейчас оглядываясь назад я жалею о том что мы так над ним издевались возможно именно из-за этого он и умер не помню кто именно из моих друзей придумал разыграть Бобби но 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 Мне поручили найти какое-нибудь старое заклинание. На это ушло минут пятнадцать. Ведь в библиотеке были практически все книги, когда-либо написанные на эту тему. Для следующего этапа нам понадобился пустующий дом правосудия, который стоял на холме. Все говорили, что в нем водятся призраки. Мало того, ходили слухи, что в каминах дома судья Готарн сжигал тела осужденных ведьм. И тут и должен был сыграть свою роль Робби. Мы поспорили с ним, что он не сможет пробраться ночью в дом правосудия, взять из каждого камина пригоршню пепла, а затем зажечь свечи, посыпать их этим пеплом и прочитать заклинание. Мы сказали ему, что если все сделать правильно, свечи погаснут. И если он это проделает и пламя свечей хотя бы задрожит, то мы больше никогда не будем над ним смеяться. Мы видели, что ему страшно, однако он набрался храбрости и согласился. Мы не сказали ему лишь о том, что спрятали в доме камеру, чтобы запечатлеть всю эту забаву на пленку. На следующий день Робби не пришел в школу. Мы решили, что он струсил, и ему стыдно показаться нам на глаза. Потом я узнал, что Робби официально считается пропавшим. Когда я забирал пленку из спрятанной камеры, у меня дрожали руки. Я нажал кнопку воспроизведения и промотал все в ускоренном темпе, пока не увидел Робби. Он все делал так, как мы ему сказали. Но затем перед камерой возникла темная фигура. Робби в ужасе обернулся, а по экрану пошли помехи. Когда картинка снова появилась, Робби уже исчез. И единственным признаком того, что здесь что-то произошло, был дымящийся камин в углу. Понятно. Так, все, можно валить. Где выход-то? Так, и идти непосредственно в музей. Смотреть финал. Получается, убийца это типа голема, что-то такого, да? Музей. Получается. 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 окей внимание после перехода к финальной сцене вернуться в салим будет нельзя продолжить конечно я не собираюсь возвращаться делать там нечего ни одно убийство нельзя оправдать а когда некий псих начинает убивать людей руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости это еще отвратительнее джой а ну-ка не с места нет только не ты рекс она тут совсем ни при чем убегает еще как при чем три сотни лет мы казним ведь наводящих порчу на наш город тех кто заключил договор с дьяволом и обрел силу которую обыкновенного человека быть не должно так же как и ты не смей сравнивать ее со мной легче полегче только не делай глупостей руки вверх не шевелиться руки вверх быстро это все было ты ты слишком близко подошел как раз гадки держись малышка я сейчас нет что делать тут 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 о чем он взят в доме вселения джой думал что то еще можно сделать 20 секунд дают блин а чё да давайте все влияние А точно у нее же там было это Ага Да я и забыл на самом деле Все кончено бегай Время пришло, Абигейль Уильямс Нет Ты проклятье, Салема И сейчас ты заплатишь за свои грехи Не может быть Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй Я знаю правду о твоей смерти Но до сих пор ничего не знаю о своей Так значит меня убил Рекс, мой друг Рекс был самым авторитетным Самым уважаемым, грозным представителем власти Блин, ну это логично, как он мог стать убийцей Это точно был не Рекс У убийцы Роуз были голубые глаза Для каждой цели у меня был свой убийца Не один и тот же Бакстер А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю Особенно тех, кто подошел близко к разгадке В той комнате я не был близок к разгадке И я не один из убийц За что ты убила меня? По приколу Так он убил ту девчонку Нет Я не мог Нет Этого не было Да я бы в жизни Ты сделала меня убийцей Ну ничего Ты отправишься со мной Нет Нет Отпусти Отпусти Нет Не надо Что призрак потерял сознание Нет Он просто устал У всех в душе есть темный угол Иногда это очевидно Иногда нет Если повезет Если повезет В этот темный угол Никто не заглянет Перед законом Рекс был убийцей Но закон зачастую слеп А Джой все знает Она ни за что не станет Она ни за что не станет обвинять Рекса И надеюсь поможет ему скрыть улики Я одно могу сказать Она гораздо лучше Чем я был в ее годы Девочка достойна прощения Она его заслужила А мелкие правонарушения Которые она совершила Пока искала мать На это даже самые суровые копы Закроют глаза Мам! Звонарь перестал убивать После того Как Сабигайль Было покончено Но его дело так и не закрыто Воспоминания стираются Время лечат Если повезет Сален ждут лучшие времена Смерть Расплата за все долги Так говорил мой отец Всегда И я в это верю Но оказалось Жизнь не кончается Пока все не исправишь Пока не уплатишь все Что должен До конца Только тогда Сможешь двигаться дальше Ронан Все? Игра говна На самом деле Блин Тупизм В общем Что хотел сказать Игра Очевидно Категории Б В принципе Знаете Я не расстроен Что я поиграл в нее Что мы ее прошли Что у меня вылетела платина Хорошо Купил я ее за 100 рублей И То есть Я вполне доволен Что-то посмотрел Поугарали Почитали записочки В принципе Вообще нормально Да На релизе Она стоила 2 700 И вот 2 700 Она явно Не стоит Игра Ей цена Действительно Рублей 200 300 На релизе Ну ладно Допустим Окей Даже больше Там В пределах 800 Там В пределах 1000 Не больше 1000 рублей Ей цена На релизе Знаете что Складывается ощущение Что Игру Делали 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 А потом В какой-то момент Пришел начальник И сказал Выпускайте ее Они такие Блин Нам еще год Наверное ее делать Он такой Нет Выпускайте Через неделю И ребята такие Ну ок И Выпустили Почему Потому что Во первых Город Напичкан Сосудами Для вселения Ну не людьми Именно А Ну помимо людей Именно этими сосудами Синими Да В которые можно Вселяться Чтобы прятаться От призраков Но в городе Призраков нет Нахрена Они там нужны Непонятно То есть Если их туда поставили То есть Первоначально То есть Видимо Задумалось Что мы будем Еще в городе Как-то Лавировать Между призраками И Прятаться Во вторых Все Расследования В игре Сделаны На манер Ctrl-C Ctrl-V То есть Копировать Ставить Да То что Одно и то же Ты приходишь Прочекал Прочекал Пару Пару Предметов Нажал Треугольник Выбрал Последовательность Все При том Что Самое забавное У нас есть Как вы заметили Три Таких Жетончика Когда мы Ведем Расследование Если мы Совершаем Ошибку У нас Один Жетончик Ропатает И Я В процессе Игры Не допускал Такой Возможности Чтобы у меня Все жетоны Отвалились Вы наверное Интересуетесь Что будет Если провалить Расследование А ничто Не будет Потому что Если провалить Расследование То Просто Можем Продолжить Дальше Наугад Тыкать Предметы То есть Выбирать Какие-то действия Объекты И Пока не Выберем Нужный вариант То есть Игра Никак Это Не фиксирует Никак Это Не штрафует Единственное Что Если Мы С первого Раза Делаем Расследование Верное То На месте Расследования Которое Я сейчас Уже Вам Показать Не могу На месте Картинки Расследования Появляется Такой Золотой Жетончик Что Типа Мы С первого Раза Это сделали Если Не с первого Раза То Не появляется Жетончик Все На этом Все То есть Никак Запороть Прохождение Нельзя В принципе Можно Находить Только Ключевые Ну Если Знать Ключевые Улики То Можно Забрать Ключевые Там Три Улики Допустим В сетях Где-то Около Трех Три Улики И Просто Их Протыкать И Остальное Вообще Не Собирать То есть Ну Нахрен Не надо И Вот Тоже Складывает Сущение Что Как будто Ее Не Доделали То есть Что Но Впопыхах Сделали То Что Сделали Вроде Бы Потенциал Какой-то Есть Потанцевал Да Не Знаю Странно Заспихали Эти Записочки Везде И всюду Видимо Для Того Чтобы Можно Было Чем-то Заниматься Помимо Основного Сюжета Потому Что Получается Что Если Вырезать Все Записочки Эти Всякие Сюжетики Вот Эти Мини Сюжетики Когда Мы Собираем Сбор Каких-то Предметов То Получается Что Центральную Часть Города Вообще Можно Удалить Потому Что Нахрен Она Вообще Нужна И Просто Перемещаться По Локациям Да Понятно Почему Конечно Игра Не взлетела И оценки У нее Около 50% Из 100 От прессы И около 6 Из 10 От Пользователей На Метакритике Естественно Продолжение Можно И не ждать Но Забавно На самом Деле Было Очень Много Вопросов Конечно По Поводу Монстриков Очень Много Вопросов По Поводу Того Что Обигель Говорит В самом Начале Нам Что У У Каждого Призрака Есть Способности То Что Типа Он Лучший Дел Всего При Жизни Будет Тоже Как бы Перенесется В Состояние После Смерти Да Но Непонятно Почему Многие Призраки Просто Стояли И тупили То есть Ну Как бы Некоторые Понятно Не понимали Что они Мертвы Но Допустим Те Которые Понимали Не Видно Было Что У них Какие То Есть Способности К Чему Предосположенности Окей Ну Вообще На самом деле Очень много Необъяснено Я думаю В игре Те же самые Летающие Хрени Которые Как бы В принципе Нахрен Не нужны Сделаны Так Как будто Просто Лишь бы Они были Да В финале Просто Натыкали Натыкали Этих Темных Так называемых Призраков Да Получается В помещения В которых Нельзя Вселяться В сосуды К которым Нет сосудов Вообще То есть Специально Явно Что Сделали Для Чтобы Как-то Герой То есть Ну Не герой Точнее А Игрок Замедлился Да В процессе Прохождения Плюс Финал Тоже Невнятный Что за 20 секунд 20 секунд Чтобы Придумать Сделать Что Конечно Кстати Обыграли На самом деле Очень интересно Потому что Я предполагал Что все таки Бас 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 Ну вот Чувак Короче Мент Что он Все таки Убийца Потому что Как бы Он пропал Куда-то Какой-то Мутный Был Плюс Еще с Мамкой Этой Девчонки Да Что-то Мутил Что-то Мне казалось Что скорее всего Будет он Ну это было Как бы Допустим Логично Да Но Когда Я увидел Полицейскую Машину Перед Домом Правосудия Мне показалось Что это Уже Совсем Уж Очевидно Что Он Убийца Поэтому Скорее всего Убийца Тот На которого Мы вообще Не думаем И это Рекс Скорее всего Вот У меня в голове Это промелькнуло Такая вот Мысля Дыдыдын А потом Когда там пошло Что типа Началось Что это Девчонка Ну что Девчонка Понятно Было Это Уже Что Как-то Она влияет На это Все действие Это было Очевидно Но Но Когда Рассказали Что Она Прокляла Все Дела Там У меня Уже Подозрения Отпали Почему-то Мне показалось Что это Действительно Какая-то Просто Оболочка Которая Убивает Я Не подумал Кстати О том Что Оболочка Она Может Селяться И Менять Оболочки Вот Это Кстати Было Допустим Ну Интересно То есть Неплохо Завернули Что Как бы И наш Герой Тоже Получается Убийца И Половина Ментов Получается Тоже Убивали Да Поэтому От нас Тот Призрак По Кладбищу Бегал Полицейские В игре Полные Идиоты То есть Они И так же Наш Герой Тоже Полный Идиот Потому что Вы Живете В Салем Если Ты живешь В городе Таком Известном Городе На Весь Мир Ты Явно Знаешь Фольклор Этого Города При том Что У вас Есть Музей Ведьм Если Ты Сколько Тебе Лет Около Сорока Лет Допустим Плюс Минус Ты Явно Шаришь В Истории Города Ты Знаешь Что Там Казнили Ведьм Ты Явно Был В Музее Даже Если Он Открылся Недавно Ну Вот Доме Правосудия Там Тоже Тоже Был Типа Как Музей Блин Это 100% Плюс Там Мы Видели Что Кита Водятся Экскурсии По Кладбищу По Крайной Мере Мы Видели Где Рассказываются Людям Про Историю Тоже Этого Города И Когда Тебе То есть Начинается Убийство Которые Очевидно Связаны Как С Жертвоприношением Ведьм Ну Точнее С казнью Ведьм Самое Первое Что Можно Подумать Салями Что Ну Что Это Это Убийство Вот Так Это Есть Убийство На Фоне Казни Этих Ведьм Да Ну Точнее Женщина У нас Женщина Убивали Это Логично Что Они Там Лазит Почему Наш Герой Понял О том Что Эти Убийства Именно Так Связаны Да Только Тогда При том Что Мы Видели Несколько Убийств До этого Только Тогда Когда Мы Пришли В музей И он Увидел Что Так Казнили Ведьм Он Так Это Ж Вон Оно Че А Я То Думал Там Сожжение На Костре Тут Девчонку На Стуле Окунает Воду Что Там Еще Было Не Помню Там Какие Еще Протоколы Как Там Еще Это Это Просто Очевидно Это Вообще Элементарно Как Он Такой Тупой Может Быть Не Понимаю Это Murder Это Soul Suspect Да Ну В принципе Игра Одноразовая Делать Мне больше Не хрен Потому Что Потому Что Потому Тупо Очень Тупо Вообще Не знаю Кто писал Сюжет Сценарий Этот Может Быть Конечно Как я уже Говорил Возможно Нам пришлось Игру В Кратчайшие Сроки Доделывать То Что Было То Что Есть Поэтому Получилось То Что Получилось В общем На этом Все Смердрит Soul Suspect Покончено Увидимся В последующих Прохождениях Спасибо За Внимание И Пока